Всем огромный привет! Сейчас вечер и иногда я вынуждена сделать вот так, закрыть полностью шторы, потому что солнце очень жарко, палящее, просто нереальное. Вот сейчас я открыла окно, чтобы воздух зашел, а так оно закрыто, так жара у нас не прет. Сейчас хочу показать вам кусочек видео, что в данный момент происходит у нас с бассейном. Пузырьков уже мало, а вон вся грязь внизу. Куда их поставь? Еще немножечко. Сбылась мечта! Тихо, тихо, не упади. Швабра плавает. Швабра плавает. Лето заканчивается. А вот и... А вот и... Воду убить. Печел! Пуш! Как вы уже понимаете, конечно же, какое решение мы принимаем, естественно, мы его сливаем, все, конец сезона, к сожалению, я этого уже не застану. Костя сливает его сейчас на дачу, я нахожусь здесь, так что вот так вот сезон купания у нас закрыт официально. Да, Тимочка, да, смотри, сколько тебе радости принесли. Короче, закупили, да, всем привет, забыла поздороваться. Закупили сразу 6 килограммов корма, потому что тот закончился, да? Да, мой хороший, погодка, конечно, замечательная, уже не так жарко, уже вот 20 градусов у нас показывает. Так что кормом ты обеспечен надолго. Сначала хотели взять 2 пачки, потом думаем, нет, 3. И, короче, в детском мире выгодно. Была еще скидка дополнительная, получается 300 рублей. Здесь еще этот Эльбрус тусит. Вот, и за все про все отдали 4100 рублей. Это со скидками. А так, конечно, это бы вышло 4500. Чем ты там сверкаешь белым, не пойму, на пухи. Ой, зайчик мой хороший зайчик. Он любит в окошко у нас смотреть. Постоянно выходит на вечерний променад. Ну что, пошли кушать? Как раз откроем эту первую пачку тебе, да? Да, да, мой хороший. Тащишься, тащишься, вот так ты любишь, чтобы тебя чесали, да? Ну что, ты выбрал вот эту пачку, да? По мордякам дала случайно. Ну все, пошли, открываю вот эту. И вот в детском мире мне что нравится? Зоозавр. Всегда свежий корм привозят. То есть вот 15 июля только сделали. У нас сейчас август. Это уринариский. Уринарис система. Повседневная. Для мочекаменьки. Ну, для профилактики. Есть лечебная, есть повседневная. Вот у нас повседневный такой. Кушай, кушай, чего ты? Кушай, кушай. Можно кушать. Вот он его любит, его кушает. А я тем временем начинаю готовить ужин. Здесь я уже растопила сливочное масло 5 минут в мультиварке. Как раз таки добавляю туда нашу морковь. А, забыла сказать, это будет гречка. Как раз таки с морковкой, с луком и помидором. Добавляем лук. Ну, знаете, своего рода такой обычный рецепт. Перемешиваю. И сейчас балансирую или балансирую, как это слово я вечно забываю. Короче, кипяток помидора. Снимаю кожуру и сейчас тоже добавлю сюда. Как раз они у меня сейчас стоят в кипятке, а я пока перемешиваю. Ну и, в общем-то, все. Обычный простой рецепт гречка и овощи. Это гарнир. Итак, пока я жду помидорку, могу рассказать о том, что у нас сейчас происходит. Мы готовимся к дню рождения Вике, моей племяннице. Маме это внучка. Брата, дочь. Объяснила, как могла. В общем-то, подарок куплен. Все уже есть. Мы со своей стороны, папа, заказал торт на день рождения. Там свой подарок подарят. Он покупал. Я с мамой, мы купили рюкзачок. Мы вам его покажем позже. Смарт-часы детские. Скакалка. Ну, в общем, там рюкзачки есть еще такие маленькие мини-подарочки. Я думаю, что, в принципе, ей все понравится. Все готово. Осталось только отпраздновать. Рюкзак покажу попозже, как закончу ужин. Я все равно на 5 минут так поставила, даже без помидора. Тоже обжариться луку надо. В общем-то, жду еще в процессе. Уже скоро буду добавлять. Следующим шагом это будет вот это. Ну, так-то, в принципе, все получается как обычно. Просто именно, если говорить про помидору, мне нужна вот именно вот эта вот мякоть такая. Поэтому мы ее в кипятке и шкуру сняли. Так, с словом, можно сказать, что вы можете добавлять все, что хотите абсолютно. Просто надо не забыть мне еще посолить. Вот эту всю массу я ставлю еще где-то на 120 градусов, на 5-10 минут. Потом буду говорить, что дальше делаю. Ну, точнее сказать, гречку нужно промыть. Я думаю, вы все это и так понимаете. И буду добавлять с теплой водичкой. Сейчас же мультиварка, видите, 130 градусов, 120. Я поставила на 130. Она будет разогретая, поэтому только теплая вода. Холодную нельзя, иначе технику можно будет сломать. Да, вот примерно. Ой, ничего не видно. Вот такое и должно было получиться, золотистое. Все, можно добавлять гречку, заливать водой, и все будет готово. На 40 минут я поставлю. На режим крупы. Добавляем воду. Она у нас получается Радусов 90 по уровню. Сколько сантиметров от гречки получается? Примерно. Ну, так, пару пальцев. Пару пальцев. Ну, где-то два. В общем-то, сейчас еще раз перемешаем. Все как с пылу, жару, похоже на суп. Ну да, немножко похоже. Все, перемешиваем еще раз. Наши обжаренные. Похоже действительно на суп, но... Это все-таки каша овощная такая, гарнир. Все, выставляю режим крупы. А он можно на час, можно на 40 минут. То есть, как бы уже... Так, ну все, нормально. Дальше выставляем. По-моему, вот сюда надо нажать меню. Крупы. 40 минут. Можно добавить время. Я, наверное, добавлю. Давайте я добавлю до часу. Ровно час у меня на режиме крупы будет. И старт. Все. Дело пошло. Он сам выбирает температуру. Но, по-моему, там нормально. Сколько градусов? 80 или 90. Все, ждем. Итак, я не выдержала. Я установила на час. Но после 40 минут я открыла и увидела это. Воды никакой нет. Поэтому спокойно. Хватает 40 минут. Первый режим. Не надо ничего добавлять. Ни до какого часа. Хочу сейчас перемешать немножко. Знаете, мне этот рецепт очень нравится. Но хочу все перемешать. Единственное, что я как всегда забыла, это соль. Но каждый раз, когда я забываю про соль, это потом не в плюс. Меньше надо в соли кушать. В общем-то, все. Блюдо готово. Те, кто хочет повторить, также приятного всем аппетита. Это я буду кушать гречку. Вот с этими овощами немножко. И курочка. Грудка. Вот моя еда на вечер. Я приготовила сразу на всех. И вот пойду пробовать. Друзья, это день покупки. Не забудьте подписаться, кстати, на мой телеграм-канал, пока не забыла. Показываю вам рюкзак, который купила Вике на день рождения. Он вот такой мягкий, розовый. Это серия из щенячьего патруля. Это такой мультик. Собака отстегивается. Вот, показываю вам. И достаточно глубокий рюкзак. Забыла же показать рюкзачок. Там внутри подарки. Собака отстегивается. Это женский персонаж щенячьего патруля. Вот. Да, как вы поняли, он такой глубокий. Там смарт-часы, подарочки. В общем-то, мягкий. Достаточно здесь помпончик. Тоже мягенький. Ну, в общем, думаю, Вике понравится. А заканчиваю я свое видео вот этим самым. Это будет вишневая наливка. Посмотрим, что из этого выйдет. Вообще, у нас еще есть смородина. Вино из смородины. В общем, вот чем занимаемся. Посмотрим, конечно, как оно будет. Она должна пустить сок. Потом это все должно раствориться. А там уже посмотрим. Все. Отправляемся. Завтра праздновать день рождения Вике. А на этом всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...